Тем не менее, это тема, которой мы занимались и продолжаем заниматься, и как спасатели, и как исследователи, потому что большинство так называемых мигрантов или гастарбайтеров вообще незаконно ввезены, и среди них могут быть те люди, которые несут в себе фундаментальное вероисповедование, ваххабитское вероисповедование, опасные для нас террористические начала. Многие могут быть в заложниках так называемых террористов, или их семьи могут быть в заложниках таких террористических организаций, они могут что-то совершить, просто даже не во имя чего-то высокого, как они считают, а просто для того, чтобы выжить или спасти свои многочисленные семейства. Огромное количество притянутых сюда или создаваемых здесь семей также является тем, что потом может повлиять на наши крупные мегаполисы и на российскую территорию в пределах Москва, Санкт-Петербург, область, к тому, что мы называем парижским синдромом, французским синдромом. И, конечно же, в этом отношении, с одной стороны, нарушаются полностью права этих мигрантов, и они озлобляются, и они изначально знают, что они ведут преступную деятельность, находясь на территории России. Большинство их расселяется под землей, в объектах подземных, бывших стратегических, оборонных объектов, неучтенных объектов. Заселяются тайно коррупционными структурами, которые поборы с них берут, и за счет них существует и дополняет свой бюджет, да, карманный. И это еще один элемент преступления чиновников наших. Мы прекрасно знаем эти вещи. Более того, я хочу сказать, 30 тысяч я видел мигрантов, и не раз замечали другие, которые выплачивают по 70-80 тысяч на телефон. Ну, кладут. Вы понимаете, какие это деньги? Им ничего не стоит это отплатить, и не пройдя никаких согласований, ничего прочего, селиться, передвигаться, и дальше уже не отслеживаться нигде. Нужна жесткая система отслеживания. В век, большой век терроризма, в который мы вступили. В сложнейший век, когда эпидемийные агенты, как вы видите, ходят по обществу, могут быть заболевания любые, в том числе, серозный менингит, он вообще у нас давно не был. И вдруг резкая эпидемия и тому подобное. Я не хочу привязывать это полностью к миграции, но, тем не менее, нужно в жесткие рамки ставить миграционный вопрос. В особенности вопрос дешевой рабочей силы. И вот тогда не просто выплаты, а обучение, постоянный контроль за здоровьем и договоренность с этими странами, государствами, с этими анклавами о том, что не будет притягивания семей, человек отработал здесь, правильно говорит Жириновский, и уехал на родину с деньгами или переслал эти деньги. Потом, да, и другому приехать. Вот это будет правильно. Более того, неуважение к нашей культуре, при всем нашем уважении к их культуре, это очень серьезный вопрос в России. И вот эти вопросы нужно поднимать, и в этом отношении все, о чем мы сейчас с вами говорим, оправдано и даже, более того, недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить безопасность в России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...